По мнению российского эксперта, сегодня Кишинев находится в довольно сложной ситуации. Вероника Крашенинникова считает, что молдавская карта разыгрывается Западом исключительно против России, а Молдова сама по себе не представляет интереса для Вашингтона и Брюсселя. Российский политолог уверена, что вступление в Евросоюз – это лишь ступень на пути Молдовы в НАТО. Молдова согласилась провести боевую подготовку отдельных частей для достижения, подчеркиваю, полной оперативной совместимости с НАТО и военными силами других стран. Когда армия государства достигает полной оперативной совместимости с НАТО, это значит, что она настолько глубоко интегрирована, что вопрос о нейтралитете становится смешон. Несмотря на то, что сотрудничество вооруженных сил Молдовы с НАТО антиконституционно, оно будет продолжаться. Об этом говорит и нынешний министр обороны Молдовы Виталий Маринутца. Чиновник, который получил военное образование в США, считает, что нужно убедить молдавский народ, что НАТО – это не враг, а друг. Кстати, этим уже заняты сотни некоммерческих организаций, работающих в Молдове. Все они финансируются из различных американских фондов. Многие из них занимаются социальными вопросами. Главная цель – показать, что Запад заботится о гражданах Молдовы. Центр независимого журнализма получал 21 тысячу и затем 29 тысяч долларов. Центр по развитию частного предпринимательства – 183 тысячи долларов. Ассоциация независимой прессы – Молдовы – 52 тысячи долларов. Это на какие программы? Это разовая выплата на какую-либо программу? Значит, ассоциация «Промолек» – 47 тысяч 790 и во второй раз 70 тысяч. За 20 лет в Молдове была отстроена огромная армия по продвижению идей НАТО, считает Вероника Крашенинникова. Рано или поздно эта работа даст свои плоды в виде участия молдавских солдат в военных операциях НАТО. Тех, кто пришел на встречу, интересовал вопрос, а что же делает Россия для противостояния мощной наступательной операции НАТО в регионе? Ни вы, ни я не считаем политику России в отношении Молдове достаточно немного. И, конечно, те минимальные усилия, которые предпринимаются, это хорошо, что Россия начала их предпринимать, но они по-прежнему минимальные. Вот, посмотрите, по части некоммерческих организаций, которые у нас государственные финансированные, то, что делают Соединенные Штаты, это тысячи, это десятки тысяч организаций. И что у нас? А у нас есть фонд «Русский мир» и еще один фонд. Российский эксперт считает, что за североатлантическими устремлениями Кишинева должны пристально следить в Тирасполе. Вероника Крашенинникова не исключает грузино-юго-осетинского варианта развития событий, в случае, если молдавские вооруженные силы продолжат тесное сотрудничество с НАТО. Андрей Малеван и Олег Коваленко, Первый Приднестровский телеканал. Спасибо большое. Значит, я что хочу сказать. Спасибо.